Приветствую вас! Если грубо отвечать на ваш вопрос, то вы не до конца признали, приняли свою ответственность за то, что произошло. То есть вы считаете, что при всех своих упрёках, при всём своём поведении, муж всё равно поступать так был не должен. Это первое. Второе. Поступок вашего мужа, он вас задел. То есть он изменил ваши отношения к себе. И дело здесь не в том, чтобы простить его, чтобы простить его нужное, для этого нужны средства, для этого нужен ресурс. Для прощения человека необходимо в первую очередь перестать принимать то, что произошло именно на свой счёт. Понимаете? То есть перестать принимать то, что случилось на именно свой счёт. Вот. А исключительно, как бы оставить это исключительно в контексте его, так сказать, прелегатива, да, то есть он сделал то, что сделал. Вот. И да, отчасти вы за это ответственный, конечно, но нельзя сказать, что ваша ответственность, она глобальна. И нельзя сказать, что его действия характеризует, в первую очередь, вас, потому что это то, что вас больше всего волнует, и, во-вторых, его. То есть, необходимо отделить поступок из самого человека. Также рекомендуется проговорить через ясообщение, через бесконфликтное общение, через бесконфликтный способ ведения диалога. Проговорить свои чувства и эмоций относительно того, что произошло. То есть вам нужно донести до человека, какую вы испытали боль от первого лица, без обвинения его. Вам нужно донести до человека, что вы испытали, как вы чувствуете себя сейчас и так далее. И ему нужно донести до вас, почему он так сделал. Ему нужно донести до вас, почему он так поступил. Вот. И все-все-все вопросы, которые вас интересуют, но без акцента на другого человека, лично с акцентом на себя, лично с акцентом на я, на своё я, необходимо разрешить. То есть это может быть ещё из-за того, что вы не понимаете до конца, почему так произошло. То есть нет, 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 нет понимания. Вот. В целом, в целом, проблема, она именно в этом. В целом. То есть измена, это, конечно, травма, измена, это, конечно, тяжело. Но, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, это то, что вы думаете сами о себе. Именно вот как вы воспринимаете, может быть, сами себя, как вы относитесь сами к себе и так далее. Вот. Потому что если ваша, вот вы понимаете, да, что в душе пустота и неизвестность, это говорит о том, что в некотором смысле, в некоторой степени, вы на себя, на себя в некоторой степени и в смысле не полагаетесь. Вот именно на себя вы не полагаете, что вы можете, там, положиться на, допустим, мужа, да, как на человека. Но вы не можете, не можете положиться на себя, потому что в душе пустота и неизвестность, это говорит о том, что вы ориентируетесь на него, на мужа, но не на себя. Оно не ориентироваться на себя, на то, что вы хотите, на то, что вам нужно. Понимаете, какая история. Вот. И я бы сказал, что очень показательно в этом смысле, что вы задаете вопрос от имени, по-видимому, своего мужа. То есть вы свой, как бы, свою учетную запись, свой профиль не сделали. Вот. И естественно, что у вас в душе неизвестность и пустота, даже страх того, что будет дальше. Вот. Понимаете, то, что вы пытаетесь наладить отношения, это хорошо. Но в первую очередь нужно, вот, помимо эмоционального выражения, да, в первую очередь нужно еще и к тому же. Ага. Я бы сказал, знаете как, я бы сказал, что в первую очередь нужно вывести решение. То есть какие-то решения, какие-то решения должны быть вами реализованы. Какие-то решения должны быть вами реализованы. Например, более искреннее выражение своих, 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 например. Например, более реалистично, более, так сказать, в реальном времени выражение своих. Например, работа над тем, что было больше общего. Например, озмучивание своих желаний. Да, то есть вот, нужны какие-то решения. Если решения нет, то сколько бы вы не пытались наладить отношения, ну, забраться будут какие-то, вы знаете, какие-то жертвования. То есть, грубо говоря, вы будете считать, что вы жертвуете там ради мужа, чем-то он будет думать, что он жертвует всем-то. Ну, вот. Ну, ради вас, к примеру. И, в итоге, в общем, ситуация ничем хорошим не закончится. Опять же, опять-таки, опять-таки. Вот. То есть, это вот такая история, это такой процесс, его обязательно нужно, ну, в нем обязательно нужно отдавать себе отсчет и в нем необходимо разобраться. Вот, естественно, также необходимо разобраться в том, как бы выстраивать отношения, выстраивая те, выстраивали ли отношения, потому что, ну, совершенно очевидно, что, как бы так сказать. Совершенно очевидно, что что-то пошло не так у вас в отношениях, да, с мужем. Раз он изменился, вы пишите, там, был обман, всего страх странный, да. То есть, такие нехарактерные изменения для человека, они тоже, в общем-то, травматичны для самого человека. То есть, травмированы не только вы, да, травмированы, но и муж вас, тоже травмированы. Я хочу, чтобы вы это, ну, чтобы вы в этом отдавали себе отсчет, также, также. Потому что это очень, ну, это очень важная история, чтобы вы, ну, чтобы вы понимали, что, грубо говоря, тяжело не только вам, но и мужу, мужу тоже тяжело. Вот, он, да, он совершил ошибку, что-то он сделал, он сделал то, что, может быть, делать не надо было, вот. Но иногда человеку требуется совершить такой поступок, чтобы понять, чтобы понять, что ему, там, образно говоря, действительно дорого. И я этого не утверждаю наверняка, но, может быть, может быть, случилось так, что ваш муж попробовал что-то другое, да, вот. Он понял, осознал, что, как бы, ну, что для него действительно важно. Он понял, что вы ему дороги. И, соответственно, ну, возможно, решил, именно по этой причине, возможно, он решил вернуться к вам. То есть это вот, это тоже реальность, это тоже реальность, вот. В этом тоже нужно давать себе отчёт, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, легко, достаточно человеку обвинить в чём-либо, да, вот. Ну, нужно попытаться, попытаться, попытаться понять его, его. Вот, конечно, вас никто этого, ну, никто вас делать это не заставляет, вот. Ну, если вы хотите свои отношения с мужем сохранить, если вы хотите, вот, что в таком случае необходимо, вот, необходимо, чтобы вы думали в этом направлении, ну, в том числе. Вот, в принципе, наверное, так можно вам ответить сейчас, на данный момент, вот. Я понимаю, что, скорее всего, этого, ну, недостаточно, вот. Но, тем не менее, тем не менее, идеальным вариантом было бы обратиться, может быть, сперва вам одной, психологу, и бы работать, потом уже, вероятно, вместе с мужем обратиться. Вот, потому что, ну, это будет ему, так же, полезно, вот. Ну, потому что, ему тоже, как бы там ни было, ему тоже требуется помощь, на мой, по крайней мере, взгляд. Ему требуется помощь, потому что сам он, может быть, не до конца понимает, почему так поступил он, вот. Ну, опять же, это зависит от вас, да. То есть, это зависит от того, хотите ли вы с этим разбираться, на самом деле, вот. Потому что, если не хотите, да, ну, если вы не хотите, то, наверное, нет смысла, наверное, не имеет смысла тогда что-то делать. Вот. Вот вы, объясните, значит, как строить отношения заново. Отношения изначально строятся на принципе принятия человека. То есть, изначально отношения строятся на таком принципе, что человека принимают таким, да, какой он есть. Вот. Вот. Вот вам, собственно, и нужно задать себе вопрос. А, значит, ну, принимаю ли я, принимаю ли я его таким, как он есть, человек? Понимаете? Понимаете? Ну, понимаете? Это очень важно. На мой взгляд. Вот. Потому что, ну, если вы его не принимали таким, какой он есть, то ситуация мне представляется очень в такой грустный здесь. Вот. Если вы говорите, что он изменился, да, если вы говорите, что он изменился, и изменился, значит, достаточно сильно, что, возможно, вы его и, возможно, вы его и не знали, вот, понимаете? Возможно, вы его и не знали. Ну, да, это опять же, да, опять же, повод для работы. Вот. Работа именно, ну, именно с вами, скажем так. Вот, эм, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезным, надеюсь, что это было для вас продуктивным. для вас полезным. Если у вас остались вопросы, дополнительные, пишите в личку буду радовать. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего вам самого доброго. Я вам желаю удачи и надеюсь, что данная ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.